Слушай, не надо тут это. Они же все понимают, что реклама это двигатель прогресса, что тематическая реклама на тематическом канале это пример хорошей рекламы. Они же не идиоты. Привет, ребята! Меня зовут товарищ Сафронов, и я сегодня хочу вам рассказать о удивительном продукте герои Marvel 3D. Они не покупали рекламу. Ну, а... и не заказывали, да? Даже не писали? Ну тогда... Хм... Честный обзор. Вообще, рассмотрим, что читают наши дети, ваши дети, дети, в принципе, журналы с игрушками. Давайте откроем любую статистику, а-ля опросы какие-нибудь, и определимся с тем, что мы уже давно перестали быть самой читающей страной, какими мы себя сами и называли вообще-то. Но, да ладно, дети-то вон читают журналы всякие, там полки завалены. Разберемся, есть там что-нибудь полезное, или там много трешака, и вообще, что там за игрушки, стоит ли это своих денег, и так далее. Вот такой будет сегодня выпуск. Журнал «Вспыш про машинку». Никелодин 239 рублей с подарочком, ну, точнее, с игрушкой, за которую вы платите. Это никакой не подарок, учтите. Игру пока отложим, хотя тут написано, что это чудесный набор раций, что-нибудь такого чудесного, я не понимаю. Все в тыкву превращается. Игра и учись со вспышем, хорошо. 41 наклейка, замечательно, рисуй вместе с огурчиком. Ну, хотя бы не рисуй огурчиком, уже пойдет. История, командная гонка пикапов. Но не пикаперов, тоже нормально. Наклейки такие посредственные, конечно, слишком огромная надпись, что они тут прям в комплекте, потому что они, ну, прям такие, буэ по цветам. Комикс, конечно, сделан прям очень топорно в каком-то явно комикс-генераторе. И качество печати такое, что прям, ну, еще чуть-чуть, и можно черно-белым его делать, никто не обидится. Я, конечно, понимаю журнал для детей, но все же тут написано, помнишь, каким цветом? Заставляют детей вспомнить. И говорят, напиши это слово и раскрась правильным цветом, какой команду они там покрасили все. Написано оранжевый. Че? Ну, а теперь журнал сам себя поставил в такое положение. Мне пишут, что наклей наклейки вот прям сюда. Посмотрим, наклеиваются и склеиваются ли эти наклейки, потому что, ну, их суть тогда пропадает. Можно было их просто здесь нарисовать. Наклеили. Отклеится ли? Да, отклеивается. Тест на наклеечность проходит. А вот тут вот измерение массы. Внезапно журнал из примитивного просто такого чтения превратился в задание. Всякие штуковины вырезает. Тут эксперименты проводи. То есть уже бальчики набирает нормально. Гигантский сыроплюй выстреливает огромные тяжелые снаряды. Если вдруг ваш ребенок ругается словом сыроплюй, не надо опять же бить его селедкой по лицу. Подождите, посмотрите. Может быть он это в журнале где-то увидел. Вот можете на паузу нажать, а потом посмотреть, что здесь написано. Понятно, нет? Ну я думаю, что понятно, но вот видите, теперь игра тут вот-вот. Найди координаты, сопоставив по картинкам, но не сказано для чего. То есть как бы просто сделай это просто так. Мы тебе сказали сделай. Еще одна игра тут с кубиками. Видите, броски кубиков, различные команды и интересные довольно прикольные правила. Нестандартно, как минимум. Ну а это фото подписчиков каналов с различными желейными штуками, мясорубками и так далее. А нет, это какие-то тут подписчики этого журнала. Ок. Ответы? Не, ну ладно. Кстати, раньше, знаете, как делали заманухи, такие ответы давали в следующих журналах. Ну здесь, здесь дают в этом. И как бы, ну с одной стороны, наверное, хорошо. Но с другой стороны, неинтересно. Ну и посмотрим на игрушку. Рация. Ну с рацией тут, конечно, я вам скажу. Лучше сюда ее даже не клали. Что это? Что это? Что это? Что это такое? Это антенки. А, я на китайских рынках уже таких игрушек не видел, а они сюда положили, и типа, у-у-у, у нас есть игрушка в комплекте. Учитывая, что в других журналах иногда реально какие-то клевые вещи, здесь просто ужасающего качества. Вы слышите? О, рация. К. Гачество. Пока у меня нету богатого опыта в этих журналах, я считаю, вспыш чем-то средненьким. Игрушки здесь совсем лажовые, и такие, которые стыдно просто даже покупать, давать и класть в подарок. Очень плохое качество печати. Но, с другой стороны, всякой развлекухой игр, заданий, квестов, непонятно, неоднозначно. 240, 39 рублей, 239 рублей стоит такое дело. Выбирать самим вам дорого, дешево. Такие задания можно и в интернете бесплатно найти, в принципе. У меня нету предрассудков или меркантильных каких-то целей и задач, для кого конкретно делать контент. Поэтому тут у меня могут и взрослые, и дети, и все остальные, и мальчики, и девочки. В общем, это Барби-журнал. Взглянем тут тоже с игрушкой и одет сената. Но придется в конце выпуска посмотреть на чек и сказать, сколько это стоило. Барби. Журнал. К журналу Барби приложена волшебная палочка. Какие-то чудеса вокруг. Чудесные рации, волшебная палочка. Причем здесь ведь журнал про одежду, тут пончо, одежда, все дела. Ощущения от журнала сразу такие, потому что вот качество уже обложки оставляет желать лучшего, или оставляет желание положить его в мусорку. Тут прям сразу реклама шматья на кроссовке. Кто бы сомневался, это журнал Барби. Реклама тут, наверное, весь журнал. Реклама содержания. Шарики, шарики, содержание. Это, наверное, говорит обо всем. Пока задание оставляет желать лучшего, найти вот эти предметы здесь, посчитай вот эти звездочки тут, найди вот эти предметы вот тут, посчитай сколько подарков на этой картинке. Комикс занимает всего две страницы, что же за качество такой вот бумаги, как будто туалетная, серьезно. Сколько розовых сумочек на картинке. Господи, вспышь, и то было интересней. Задание такое. Как зовут вот эту собачку? Как зовут эту собачку? Как ее зовут? Бобик? Ну, тут они меня вынуждают. Нарисуй красивые туфлища. О, красивые туфли, ничего другого, кроме маркера, не нашел. А, ненавижу маркеры, все, закончилось рисование. У меня тут немножечко туфли просочились на платье Барби, сори. А вот это постер. Опа. О, реклама. Подпишись на такие журналы. Ну, вот, я же говорил. Вот тут, смотрите, о, задание, наконец-то, не найди что-то такое, тут сопоставь картинки. Хотя, мне кажется, тут все окей, так девчонки одеваются, примерно, а. Все, у авторов закончилась фантазия. Сопоставь теперь вот эти картинки вот с этими дырками здесь, которые вот, типа, что упущено. Воу-воу, хендмейд, смотрите, как сделать одежду для Барби, если у вас нет денег на одежду для Барби. Круто. Отыщи вот эти предметы вот здесь. Отыщи фантазию. Создателей журналов в нем же нету. Зато сюда вот решили напихать много заданий, посмотрите, и вот здесь тут что-то, и вот тут, и вот это, вот это. Конечно, верстка журнала просто отвратительная, если кто понимает, о чем я. Найди отличия, расставь фрагменты. Ох, как развивая этот журнал, просто невозможно. А тут Барби Касперовна внезапно победила компьютерный вирус, зачем устанавливать какие-то антивирусы, вот нам Барби поможет. И единственное, что он, по-моему, удалил их цвет, вам придется разукрасить их черным маркером. Не, не, ладно, не буду. Ну и завершается наш журнал с замечательным лабиринтом. Все, все, все такой журнал. Ну а теперь игрушка. Я очень надеюсь, что она с батарейками, потому что у меня таких какие нарисованы там на упаковке. И-и-и, крибли-крабли. Крибли-крабли. А, все, все, вот светится. Я думал, что-то звук какой-то должен быть. Вот такая вот волшебная палочка, да. Ах, да. Айхалай, махалай, фантазию создателей журнала, давай. 173 рубля по чеку. Игрушка за полтос, вычитаем стоимость. 123 рубля примерно стоит этот набор картинок разноцветных, которые можно повырезать и повклеивать в различные дневнички девчачьи. Ну и постер у вас тут тоже будет. Но это не значит, что не нужно стараться. Для создателя этого журнала стыдно делать такие задания, но чуть-чуть. Вы же видели, вспышь, он вроде для самых маленьких, и то и там всякие разнообразия есть. А тут прям, вот прям, прям вообще, прям вот очень плохо. Ну а тут пробежимся очень быстро, потому что различные лего-обзорщики делают обзор на журнал Nexonites. Я, однако, не смотрел, поэтому составлю свое мнение. Можно поплакать, что Nexonites, по всей видимости, закрывается относительно информации со всяких пабликов и от различных блогеров. Но журналы выпускают, они продаются, поэтому взглянь. Лего это всегда качественно и дорого. С журналом, по идее, все то же самое. Стоит он порядка 300 рублей. Здесь целая мини-фигурка в комплекте и журнал, который прям блестит. И вот эта замечательная обложка настоящего журнала. Вот таким он должен быть, не как Барби. Фигурку чуть позже покажу. Однако тут, смотрите, Робин, он подрос, что ли, тут за время? Я давно не смотрел эту серию. Ну и сразу комикс. Вот он такой. Ой, ну тут тоже бумага прям, прям, вот прям. Уже можно лазером нарезать эти, знаете, странички, чтобы было максимально тонко. Максимально мало бумаги использовать. Комикс здесь, смотрите, прям такой насыщенный. Занимает у нас сколько, 6 страниц, по-моему, и тут всякие вставочки. Классный буш-кап-капыв, труш-бум-ц. Тут вот изображение силы, которое можно сканировать для игры. Лабиринт книгу это... А это, видимо, плакат. О, да, и плакат здесь тоже есть. Такой вот разнообразный, кстати, смотрите. С одной стороны герой, с другой стороны злодей. Классно сделано. Куда ж без банальщины, найди отличия. Да, но вот на этой странице есть информация про злодеев. Всегда полезно и интересно, так вот, и знаете, атмосферу добавляет. Продолжается комикс, и его классно рисуют. Можно сказать, что весь этот журнал практически это комикс, который и составляет основную часть, и немного заданий, в принципе, банальных каких-то квестиков, и не более того. Ну, вот здесь опять различное... Ну, хотя бы творчество, не просто фото детей, знаете. Естественно, реклама, анонс, все дела. А в конце мне понравилась вот эта штуковина. Это можно вырезать и прислать открытки своим друзьям. Ну, жалко, конечно, только резать журнал, но ладно. Можно и не присылать друзьям. Можно себе оставить. А эту фигурку мы тоже себе оставим. Фигурка собирается по инструкции, фигурка сделана хорошо, два выражения лица, ну, леговское качество. А к тому же здесь есть еще и детальки, из которых можно что-то такое собрать, правда, она не очень внятная, ну, типа кузница какая-то. Вычитаем стоимость где-то 200 рублей, 150, ладно, рублей за фигурку. Ну, у нас получается 150 рублей журнал комикс с плакатиком. Даже рассуждать особо не буду, просто пример нормального журнала, комикса. У них не было фантазии, чтобы сделать клевые задания, но зато они нарисовали и сделали комикс, положили на плакат и фигурку, чего и остальным примерно надо добиваться. Пакетики пока отложим, и вот такой журнал. Коробка для пикника, играем с Дианой и отгадываем загадки. И вот такие тупака принцессы-принцессы и, может быть, что-то даже принцессовская сторона. Упаковка, ну, ладно, написано очень непрометчиво 0+, в смысле, как бы, дети 0 лет будут читать журнал. Я не знаю, ну, год, год, в 2-3, вы уверены? Нет, я лично нет. Воу, здесь нас сразу ждут фотографии подписчиков. И ладно, хорошо, дальше поехали. А, реклама, ну, ни один журнал детский не обходится без этого. Качество, кстати, чуть-чуть да получше, чем у Барби. Но это ладно. Дальше наступает время некого, я так понимаю, комикса, который выглядит супер странно. Это просто картинки с подписями. Это просто картинки с подписями. Причем картинки весьма рандомные. Где-то с фоном, где-то без. Это странно. Вот тут опять, найди отличие. Окей, найди отличие в задании, в журналах. Потому что тут непонятно, то ли это от бездарности люди просто пихают из журнала в журнал и впаривают дети. И так, что-то там дети любят. Найди отличие, окей. То ли это детям нравится и все время прикольно. Но мне в детстве было неинтересно найти отличие. Я всегда пропускал подобные задания. Они такие себе. Тем более, что здесь весьма примитивно все это сделано и неинтересно. Ну и, естественно, что-то у нас тут такие узоры нарисовать. Разукрась-покрась. Спой любимую песню. Воу, внезапно? Хорошо? Будь как домопутник. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не... А, это для девочек. Ну ладно, хорошо, это не для меня. Раскрась, найди. Найди, раскрась, раскрась, найди. Супер креативное задание, вы знаете. Иногда, может быть, лучше и вставлять картинки. Найди, типа, отличие. Потому что тут написано, я думал, что-то какая-то логика в этом есть. Нет, просто проведи линию к тыкве. И раскрась ее. Просто проведи линию. Это, типа, взмах волшебной палочки. Не взмахни и сам, а просто проведи линию. Закрадываются у меня сомнения, что, может, неспроста написали 0+. Задание, расставь бантики по размеру. Вот это задание. Вот это задание. Плакат! Подождите, плакат! Ой, мы должны вырвать вместе с заданием односторонний плакат. Ну, это как-то печально. То есть, вырвав плакат, мы должны будем запороть игру, чтобы опять что-нибудь найти. О, смотрите, смотрите. Это действительно, походу, делали одни и те же люди, которые делали журнал для Барби. Вот опять. Что это за слово? Что это за слово? Может быть, это домогавк? Или, может быть, это парогенератор? Нет, это расческа. Ну что, раскрась, найди? Найди, раскрась. Опять комикс, и дай бог, чтобы это были не картинки просто из мультика. А мне кажется, что это именно так. Кстати, вот сантехники иногда вот такие же приходят тоже к вам. О, коробка! Вам понадобится клей, ножницы, и вот сделать из этой бумаги коробку... Ребята, да вы издеваетесь? Просто издевательство. Из этого сделать коробку для завтраков, что туда положить, оно порвется. Это нехорошо. Пишите свои догадки в комментариях, какие же здесь нарисованы числа. О, вы справитесь, я думаю. Нет, не пишите, вы еще смотришь. Все, история про Мулан. Просто текст напихали с картинками из мультика. Итак, сразу поехали. Здесь у нас первое, что это, 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 что это? Что это? Это резиночка. Это резиночка. Окей. Это, это дальше. Вот это, что это? Это кольцо. Это кольцо. Для детей. Хорошо. И вот это, что? Что это? Вот это, что? Вот это, вот это, это. Оу, это браслет. Ой. Какие-то куски от него отлетают. Ой, ой, ёй, ёй, это, надеюсь, не стекло, нет? Лучше бы волшебная палочка была Теперь мне нужна волшебная тряпка, веник, всё волшебное, вот такое Иначе я получу волшебных, смотрите на это дело, блёстки, блёстки Во, во, как это, видите, такая игра Такой классный журнал Мир Принцесс, такой классный, что просто нет слов Друзья мои, если у вас есть 175 рублей, и вы хотите их выкинуть, то лучше выкиньте их И не тратьте деньги на этот мусор Мир Принцесс пока самый отвратный, тупой и некачественный журнал, который я видел Он непонятно на кого рассчитан, в нём ужасного качества игрушки И 175 рублей неоправдание низкой цены для покупки этого Если вам родители это покупают, перестаньте какие-нибудь другие журналы Я покажу в других выпусках, постараюсь найти более-менее хорошие Или потратьте на что-нибудь другое Лучше купите всякого барахла в фикс-прайсе для кукол, и то будет полезнее Трата денег, чем вот это Вот, отврат Девочки, уважайте себя хотя бы, если производитель вас ни во что не ставит Не будем ставить его ни во что, кроме как, наверное, в кучу навоза А я теперь могу занятия по шейпингу вести Оп, 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 оп Уж я-то, да? Кому как не мне Камон, всё в этих блёстках Так, следующий журнал Не следующий журнал Не очищаются Я не знаю, что делать Просто у меня какой-то здесь Новый Год Вот делаешь вот так, и вот тут вам не видно, может быть Но летят повсюду блёстки У меня вся одежда в блёстках Где это, зараза? Я его сейчас Трансформеры Журнал Трансформеры Пришлось перепроверить два раза 209 рублей с фигуркой Компания Hasbro Официальные Трансформеры Не подделки Ну, фигурка, я думаю, что она не трансформирующаяся Просто фигурка Трансформера Альформы Другой формы То есть есть машина Есть типа робот Да, и это просто робот Ну, дай бог она хотя бы будет подвижна Уже за такую цену Да Ну и журнал Журнал, конечно, уступает леговскому по качеству И напоминает предыдущий мир принцессы Надеюсь, не по содержанию Умоляю вас Ну и блёсток от Трансформера я точно не жду Так, творческий конкурс подписчиков от образовательных каналов Ну, YouTube Угу Так, всякая информация Так Дальше тут у нас описание персонажей Так Вот это странное задание, но интересное Нужно отгадать, кому принадлежит какая фраза Будем драться Кому принадлежит эта фраза Забудь о правилах Вперёд за десептиконами Здесь, ну, подсказка Мудрость приходит с опытом Понятно То есть, видите, немножко так сделано Скорее всего, агрессия и негатив исходят от десептиконов Положительные какие-то комменты Всё в блёстках Я не могу мысль даже сформировать Понятно, что положительные моменты от автоботов Дальше Так, и тут прям настоящий комикс А может быть, типа, его качество Это опять из мультфильма кадры, и тут только раздражают бесячие перекрывающие половины картинки, вот эти вот пузыри с текстом. Хрясь! Уф! Ррррр! Они у них хороший словарный запас, примерно как мой. Бабах! А вот это мне в детстве нравилось. Обведи, ну правда здесь такое простенькое задание, но мне прикалывали эти штуковины, как будто ты сам нарисовал. И есть такая причастность потом к этому рисунку. Ведь если чуть-чуть проявить креатив, простое задание «Найди одинаковое» можно сделать поинтереснее. Как тут, нужно обвести одинаковые, чтобы выяснить, у какой вот этой позы этого трансформера нету пары. То есть, ну, видите, посложнее хотя бы. Это постер, который еще и вырезательная штуковина. То есть мы либо клеим постер, либо вырезаем машинку. Но из этой бумаги это получится мракобистие, поэтому оставляем постер. Лабиринт, причем с ответом сразу на этой странице, и раскраска. Раскраска и... Эх, найди отличие. Скрытая картинка. Нужно найти, кто скрывается за облаками. Ну, тоже такое. Опять комикс, по всей видимости, из мультфильма. Щелк. Проверка знаний по комиксу. То есть здесь ответы. Нужно действительно прочитать комиксы и постараться запомнить, что там они делали, и ответить на задание. Тоже неплохо. Оу-оу-оу-оу-оу. Улики подозреваемые. И нужно догадаться, проявить дедукцию и написать имя преступника среди десептиконов. Эх, опять лабиринт. Опять раскраска. Но так. Журнал, но такое. Игрушку я вскрыл. Ну, в общем, тоже такое. Вы знаете, выглядит он лучше, чем ощущается в руках. Ну, во-первых, есть косяк с покраской. Вот здесь небольшой. Во-вторых, он не трансформируется ни во что. Хотя есть вроде бы, казалось бы. Но нет. Не дано этому. Ну, и ладно, мы не будем расстраиваться. Еще тут нужно его подсобрать немного. Ой, можно было этого не делать. Допущение, так допущение. Тут эти штуки очень тонкие. Их легко сломать. И я думаю, что через время они как раз и отломаются. И будет только расстройство дополнительное. Еще есть у него оружие. И у него поворачиваются руки, ноги. Вы видели немножко стопы. Ноги не сгибаются. Поворачивается голова. Есть косячок покраски, как я уже говорил. И в целом ощущается как, ну, чуть лучше, чем фикс-прайсовская игрушка. Ладно, 100 рублей ему цена, 100 рублей цена журналу. В целом нормально. Задания хоть немножко разнообразные. Есть постер. Машинку не будем считать ее собрать. Будет это неприятное удовольствие такое. В целом, журнал Трансформер, ну, вот, благодаря, наверное, игрушке чуть-чуть, чуть-чуть и своей небольшой цены относительно фирменных журналов официальных чуть-чуть выигрывает у многих других. По крайней мере, по сравнению. Завершать будем тем, что я занонсировал в начале. Это герои Marvel в 3D. И вот почему у меня было такое изначально мнение немножко предвзятое. Может быть, неправильное, но все же. Дело в том, что некоторое время назад, если вы смотрите YouTube и подписаны на многие похожие каналы, то в курсе, что многие делали обзоры на первые выпуски с обзорами фигурок. И во всех практически обзорах были одни и те же фразы. Во всех этих обзорах были ссылки на эти журналы. То есть, это была реклама. Но она была выдана как личное мнение. Мне вот это не понравилось дико, потому что я лично, сужу по своему примеру, я если делаю рекламу, то я оформляю ее как рекламу. Это понятно зрителям, что это реклама. Если это личное мнение, то я говорю, что, ребята, нет, я беру ваш продукт, ваш товар, и я, если скажу так, как есть, если оно мне понравилось, эта штуковина, то я говорю, что оно классно. Если нет, то я говорю нет. Если есть замечания, то я озвучу эти замечания. А тут, получается, теперь я не знаю. То есть, я должен посмотреть обязательно в описании, есть там ссылка или нет, реклама это или не реклама. То есть, личное мнение или это не личное мнение. Хотя, мне кажется, принцип блогинга как раз в высказывании независимого личного мнения. А тут оно получалось не очень независимым. Но, да ладно, я не буду никого судить, ничьи имена называть. И вообще, в итоге, всю эту историю проехали и забыли. Но начали появляться обзоры независимые. Люди покупали, также другие блогеры, просто какие-то люди покупали эти журналы, и они были весьма низкого качества. Фигурки именно сами по себе были ломкие, были с плохой покраской и так далее и тому подобное. Этот обзор точно будет независимый, но предвзят. То есть, у меня уже сложилось предвзятое мнение из-за вот этой непонятной ситуации. Рекомендуемая цена 699 рублей, то есть 700. Вот. То есть, это дорогая фигурка, ну с неё и спрос. Фигурку пока отложим. Может быть, она будет нормальная, может быть, не будет нормальная. Не знаю, сейчас взглянем, потому что тут непонятно в упаковке, надо рассматривать ближе. Журналы, сам по себе, если вы не видели обзор, представляют из себя, по сути, Википедию такую. Информацию про героев. История, создание персонажа, развитие и так далее и тому подобное. Видите, 80-е, 90-е, что там происходило, в каких комиксах и так далее. 21-й век, в общем, тут всякого полно интересного. Так, я что-то только вот не понял. Подождите, мне же обещали в этих роликах, что должен быть постер-плакат. Что, всё? Ну тут даже скрепочки не отсоединены, то есть, вряд ли кто-то в магазине вскрыл журнал, потом... Видите, я вскрыл, и у меня вот тут всё порвалось. Тут невозможно было вскрыть, достать плакат. Должен быть или нет? Я что-то не понял. Я видел, что в других обзорах есть плакаты, а здесь у меня нет плаката, да? Его же нету. Видимо, плаката здесь нет. Ну, может быть, и не предусматривалось. Плюсы у фигурки, конечно, есть. То есть, то, что она здесь есть, в отличие, например, от плаката, на который я рассчитывал, фигурка есть, а она тяжёлая. Причём, тяжёлая, я так понимаю, здесь, конечно, подставка. И она сделана из... Нет, она из пластика сделана, но из какого-то странного. Взгляд Тора устремлён ввысь. Брови Тора срослись в одно единое. Телесная покраска заходит на волосы, шлем, а также на молот Тора, если вы здесь вот обратите внимание. Краска просвечивается, другой цвет и текстура этой краски видна. Упаковке это определить не удавалось. Сейчас вы, я надеюсь, увидите всю прелесть. У нас Тору разбили нос. У него какая-то красная фигня на носу. Посмотрите, у него то ли кровь носом пошла, то ли нос кровью пошла. Не знаю, что у него там пошло куда, но вот так вот он был в упаковке, и не видно, затемнено. Но потом вот так распаковываешь, и у него тут красненький носик. Можно, конечно, подкрасить, но, опять же, это не фигурка за 100 рублей, которую можно перекрасить. А во-вторых, взгляните на его обувь. Я просто не знаю, что с ней не так. Походу, Тор помогал дедушке в деревне убирать навоз. Еще кто-то жаловался на ломкость, но я, честное слово, конечно, не очень хочу проверять. Однако, я не я, если я не проверю на ломкость. Вы скажете, что я сильно давлю или что-нибудь такое. Поэтому я попытаюсь одним пальчиком, вот так, проверить. И такая, видимо, проблема была только у Спайди. То есть, у Спайдермена ножки часто... Нет, не у Спайдермена. Короче, я проверил. Вы можете считать как угодно. Прикладывал я силу, не прикладывал. Но давайте так судить, что фигурка сломалась. Я приложил усилие, потому что писали многие, что если при взаимодействии с ней, или если она у вас чуть-чуть с небольшого расстояния упала, или если вы ее доставали неаккуратно из коробки, то вы как бы ее сломаете. И, собственно, приложив немного усилий, чуть больше, чем может быть одним пальчиком. Но вы видели, я вот так не сильно давил. Хотя мне все равно, как вы... Вы все равно напишите, что сильно давил, что я специально ломал, что я бил по ним молотком, ездил по ним катком. Но, короче, вот такое случилось. Случилось, неважно. У меня вот так произошло. У меня вот так произошло. Я не буду сейчас бомбить и кричать ни на кого. Я просто покажу, как случилось у меня. Тор остался без ножек. Вот такой вот поворот внезапный. Его можно приклеить. Я, наверное, так и сделаю. Приклею потом. Но вот, как бы проверено, доказано. Разрушительный легенд. Легенда проверена. Ноги у этих фигурок обламываются. Материал, извините за выражение, фиговый. Ситуация тут двоякая. С одной стороны, эти комиксы типа эти википедии статьи с картинками развивают гик-культуру, позволяют проникнуться во вселенную Марвел. С другой стороны, отвратного качества фигурки позволяют расстроиться и навсегда забыть про увлечение коллекционными фигурками, потому что не будет хотеться опять оказаться в такой ситуации и вляпаться, как Тор, в такое. Бургер Кинг, вы знаете, например, развивает гик-культуру со своими фигурками примерно такого же качества, в которых не ломаются ноги, с примерно таким же покрасом, но только за 200 рублей. Только там еще и похавать можно, да? Но здесь можно не найти, например, плакат, который хотелось бы найти, и, например, получить фигурку, которую легко сломать. Коллекционную, да. Вы знаете, у меня очень много коллекционных фигурок, и вот здесь с компом рядом стоит у меня такой сплинтер за пару баксов. И с ним можно взаимодействовать. Можно ноги пытаться ему сломать, даже можно руку, можно палку, можно что-то. И она не предназначена, по идее, для игры, но с ней ничего не случается. Она осталась целой, эта фигурка. 2-3 доллара у нее цена была, насколько я помню, а может быть даже 5 долларов. Но данные журналы в Америке стоят порядка 20 долларов, они тоже там продаются за границей, там, правда, говорят, фигурки получше качеством. Но я не проверял, не знаю и, наверное, не буду больше проверять. Собственно, все. Это насчет этих журналов я, наверное, закончил, я высказался. Давайте в следующем выпуске другие журналы без героев Marvel 3D просто посмотрим на трешачок. Все-таки мне не хочется рисковать такими деньгами, и на этом хочется закончить выпуск. Вам же желаю хороших журналов. Ну вот, а я с вами прощаюсь. Ставьте большие пальцы вверх, а и до новых встреч, друзья. Что-то я не ожидал, что она у меня сломается, если честно. Даже думал сейчас типа при тесте и так далее, думаю, все. Не буду больше тестировать никак, и вот так получилось. Ну, я не специально. Специально и не специально одновременно. Специально я пытался на прочность проверить, но надеялся, что она не сломается. И это все только у одной фигурки Спайдермена, тонкие ножки. Но нет. Смотрю сейчас по хронометражу и понимаю, что этот ролик не для любителей покороче. Да, мои ролики для тех, кто умеет слушать, а главное слышать, о чем я рассказываю. Но сделаем какие-то выводы. Итак, вспышь это для детей маленьких с отстойными игрушками. Лего. Это неплохой журнал, но дороговато. Барби. Это очень посредственный журнал с посредственной игрушкой. Трансформеры. Это, в принципе, неплохо, более-менее, но тоже очень банально. Герои Марвел 3D. Все, я про них уже достаточно сказал. Ну и вот это вот, понятное дело, тоже, в принципе, куда оно и пойдет. Даже на растопку его жалко. Потому что... Я, конечно, понимаю, что на моем канале много детей. Такая уж тематика канала, что-то делать. И да, дети до этого момента в основном не досмотрят. Большинство детей не могут досмотреть ролики дольше пяти минут. Особенно, если они без пердежных шуток. И им кажется, они нудные и скучные. Я все равно надо стараюсь делать контент и для них тоже. Уважаю разную аудиторию. Но все же мой контент все-таки не для маленьких детишек, которые потом недовольны и пишут комментарии, что так много говоришь. А для подрастающего поколения, для родителей, для тех, кто думает, кто умеет выбирать. Потому что вот из мелочей складывается жизнь. Мы вначале не умеем выбирать какие-то игрушки. Потом не умеем выбирать какие-то правильные поступки в жизни. В общем, нужно начинать с малого. Как по мне, не всегда тратить деньги на любое барахло. Ценить какие-то вещи, уметь и разбираться в них. Для родителей, может быть, это будет полезно. Таким образом, вы защитите детей от всякого некачественного... ...всякого некачественного. Ладно, не буду использовать какие-то слова. В общем, и для них вы будете, может быть, авторитетнее еще. К тому же, не только потому, что вы старше, вы родитель с ремнем, а потому что вы, как бы, разбираетесь в теме, близкой им. Ну вот, как-то так, наверное, на сегодня. Пожалуй, все. Такой получился выпуск немножечко. Знаете, я его планировал более каким-то веселым. Ну еще у меня есть стопочка журналов в следующий выпуск. Постараюсь сделать, может быть, повеселее, покороче. Потому что мы уже, типа, разбираемся. Так что вот. Спасибо за просмотр. Не забывайте поставить большой палец вверх. Заставать на товарища Сафренова. Ночь не спал, читал эти все журналы. Ох, переживаю за фигурки. Да ладно. Но бывает. И все. Подпишитесь на канал там. Оставьте комментарий, как у Ди. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok